Архип Лакс, голкипер команды «Зенит» из «ЮФЛ-2». Архип, коротко об игре, что можешь сказать по матчу? Ну, очень, мне кажется, центральный матч тура, что принципиальный соперник, всегда такая вывеска на любом уровне, «Зенит-Краснодар». Ну, что по игре сказать, «Краснодар» был сегодня сильнее, потому что там в первом тайме была равная, во втором вышли наши замены, может, не вошли в игру, не знаю, и с наших же ошибок второй гол, и был забит из-за цепочки, потому что там мяч потеряли, шлафной дали так свободно игроку принять, ну, и из-за этого сложился такой результат. Все, благодарю за короткий комментарий. Счастливо, до свидания. Александр Селенков, наставник команды «Зенит» из «ЮФЛ-2». Александр Николаевич, коротко о матче, что можете сказать? Открыли счет, но потом упустили победу, можно сказать. Что можете сказать по игре? Да хороший матч был, и на самом деле, наверное, у «Краснодара» побольше было моментов. В этом плане, наверное, счет закономерен, хотя обидно пропускать на последних минутах. И, конечно, ну, сами виноваты, на мой взгляд. Там еще был момент, кстати, надо посмотреть. Есть сомнения, может, мяч линия пересек, не знаю. Ну, если нет, нет. Ну, нет, вопросов нет, моментов «Краснодар» создал больше. Поэтому, конечно, наверное, можно говорить о закономерности. Но игра мне понравилась. Посмотрел сам по трансляции, пересмотрел этот момент. Нет, там Богдан Масола выбил. Прям, ну, не было мяча, да. И давайте, наверное, тогда хотелось бы спросить, по личностям немного пройтись. Александр Мециев пополнял состав «Зенита», воспитание «Краснодара». Что можете сказать о его состоянии и о сегодняшней игре? Всю игру все-таки отыграл парень. Ну, я считаю, что с приходом Саши мы приобрели хорошего футболиста. Я не знаю, по каким причинам от него отказался «Краснодар». Ну, наверное, какие-то были у них на это основание. По большому счету он нам добавил агрессии. Человек обученный. И один из лидеров нашей команды на данный момент. Благодарю вас за комментарий. Удачи в дальнейших матчах. Спасибо большое. Артур Авагумян, автор победного мяча в сегодняшнем матче. Артур с победой. Какие эмоции? Самый, наверное, главный и первый вопрос все-таки забили в концовке матча. Во-первых, спасибо, что поздравили с победой. А эмоции были просто... Это не описать словами. Так как еще я забил в концовке матча. Все радовались, вся команда меня поблагодарила. Я сам был очень счастлив. Насколько принципиально был этот матч? Потому что первую игру круга проиграли. Там, в Санкт-Петербурге. Насколько... Как подходили вообще к этому матчу? Какой настрой был у команды? Для нас этот матч был очень важным. Так как вы сказали, мы проиграли у них дома в Питере. И они идут чуть выше нас в турнирной таблице. И нам было прям важно выиграть эту игру. И мы сделали то, что сделали. Зенит сегодня открыл счет. Как думаешь, за счет чего получилось переломить исход встреч? Да, они открыли счет. Мы на собственные ошибки же нас и поймали. Но из-за того, что мы не бросили играть, продолжили давить, мы сначала сравняли, а потом и вырвали победу. Сегодняшний удар Ивана Пугаченко. Часто ли он забивает на тренировках такие мячи? Он тренирует эти удары. И да, на тренировках он часто такое забивает. И вот, наконец-то, он смог в игре так сделать. И давай последний вопрос. Твой гол. Кому хочешь его посвятить? Во-первых, я свой гол посвящаю своим родителям, маме и папе. Они всегда в меня верят и поддерживают. Благодарю за комментарий. С победой. Роман Царюта, наставник команды Краснодар, с ЮФЛ-2. Роман Станиславович с яркой победой, волевой победой пропустили, отыгрались. Вырвали победу на последних минутах. Коротко о матче. Что можете сказать? Ну, то, что касается нашей команды, то мы проявляем характер. Мы уже на протяжении трех последних игр всегда пропускали первыми. Но до этого две игры сыграли в ничью, свели в ничью. Сегодня получилось выиграть. Ребята молодцы, проявили характер. Я считаю, что даже по созданным моментам мы превосходили соперника. И пропущенный гол – это, наверное, не заслуга «Зенита», а ошибка индивидуального нашего защитника. Что касается качества игры, то понятное дело, что есть моменты, над которыми нужно работать. Сейчас у нас, я думаю, что будет достаточно времени, чтобы наигрывать какие-то моменты, на которые мы обращаем внимание. Ну, а так хочу сказать большое спасибо. Сегодня и болельщиков было много, и наши сегодня футболисты молодцы. На самом деле проявили характер. Думаю, что на этих положительных эмоциях нам будет легче готовиться ко второй части чемпионата. Первая половина сезона, как вы уже сказали, окончена. Тезисно, что получилось, что не получилось в первой части, и над чем конкретно стоит работать на сборах, чтобы более, наверное, увереннее как-то и успешно выступить во второй половине? Ну, мы прекрасно понимаем, что мы как бы проповедуем атакующий стиль, и тут бы я не стал лукавить. У нас большая проблема с реализацией голевых моментов. Мы прекрасно понимаем, что большим количеством мы участвуем в атаке, и в наши ворота всегда будут тоже эти моменты. Но нам бы хотелось, чтобы мы больше забивали мячей. Мы понимаем, что мы и будем их пропускать, потому что мы не так сильно, неправильно, наверное, так сильно, как говорите, не так много работаем над оборонительными какими-то действиями, а больше работаем над атакующими. Ну, реализация моментов. Для меня понятно, что это нужно больше реализовывать моментов. Все, благодарю вас за комментарий. Удачи в дальнейших матчах. Спасибо.